всем привет сегодня воскресенье 24 января я сижу такой вот горе вещей не просто так сегодня мы переезжаем в нашу новую американскую квартиру да это третий переезд за 4 месяца что мы тут в америке и на этот раз это настоящий переезд это переезд надолго потому что мы сняли квартиру супер официально у управляющей компании дома у которого мы поселимся и если раньше мы снимали у кого-то и мы понимали что это временный вариант и сейчас мы снимаем официально у нас контракт на 18 месяцев то есть на полтора года и выселимся мы оттуда только летом 22 года и это немножко пугает потому что полтора года на самом деле во взрослой жизни ты понимаешь что за полтора года можно произвести все что угодно столько событий и и ты действительно никогда не понимаешь каким человеком ты выйдешь из этого нового места и наша новая квартира она будет побольше чем это я не буду сейчас сразу спойлерить в начале и она находится совсем недалеко от квартиры в которой мы сейчас находимся буквально 350 метров она той же компании того же застройщика что и этот комплекс там тоже есть бассейн тренажерный зал и куча-куча еще прикольных штук круче чем в этом комплексе тоже не буду спорить но нас ждет недолгий приезд я могу сказать у нас больше вещей чем мы приехали приехали с двумя чемоданами и двумя сумками вещей конечно больше потому что мы накупили посуду постельного биле всего такого нужного для нормальной жизни и я думаю что сейчас будет потихоньку паковаться муж ушел в то здание подписывать документы и забирать ключи оформлять аккаунты на газ воду электричество короче там тоже свои заморочки американские думаю что он вам расскажет нужно платить страховку за квартиру тоже все такое новое необычное все обязательно мы вам по порядку расскажем как снять квартиру в америке и все-все-все такое так что давайте собираться и что первый чемодан пошел я вообще не понимаю существует ли вселенная в которой переезды происходят спокойно и размеренно потому что у мужа сегодня встреча буквально через час и еще мы делаем параллельно с переездом всякие подписываем документы всякие аккаунты оформляем и это полная какая-то жопа потому что муж ездит туда-сюда я собираюсь и существует вероятность что сейчас все самое тяжелое мы перевезем одной карткой до нового комплекса а дальше все будет переносить я ну что мы почти на пути к тому чтобы все до конца подписать и забрать ключи сейчас нас должны вроде бы проводить наш апартмент вот так вот выглядит холл в принципе такой же стиль как было до этого но чуть-чуть другое только у них пэкэдж а мэйл отдельно от мэйла-мэйла ты понял наши ключи итак едем заходить в нашу квартиру нам дали здесь план нашего комплекса все нужные бумажки и подарили еще полотенца салфетки и мыло как я поняла или это не салфетки там только мыло в общем вот такие подарки дарят тем кто только-только заселился еще здесь нужно все время использовать ключ чтобы куда-нибудь подняться чтобы эй здравствуйте в общем чтобы всякие люди с улицы не приходили и не доезжали до твоего этажа или не приходили не пользовались просто так бассейном вот такой вот дворик мы так быстро приехали а мы были на третьем этаже у нее квартира работает ты просто да и дай хозяину пожалуйста тоже нет извините пожалуйста ну рум-тур будет чуть позже ты что-то для меня вытяжка работает отдельно так у нас тоже вытяжка работает отдельно что и зал там еще дополнительный цвет включается маленький спасибо я хочу снимать вот так вот теперь нужно перенести вещи из машины наверное да я терпеть не могу в тапках просто ходить сними носки ну иди идем вместе открывается груинг кит ничего себе а что это груинг кит а сьюинг кит нифига себе кондишнинг шампунг туалетная бумага решили прерваться с переездом и начать собирать кресло чтобы на чем-то сидеть потому что мы не купили из мебели сюда ничего кроме двух кресел вот таких типа сейчас покажу вам вот таких с очень милыми желтыми подушками и перенесем еще из той квартиры матрас потому что мы его выкупили предыдущие жить жительницы и все на этом будет все я не знаю где мы будем есть я предполагаю что мы будем выходить вот сюда на балкон и есть потому что больше не на чем сидеть собственно говоря у нас ничего страшного нам очень очень хотелось переехать новую квартиру и очень здорово что здесь ковер и наконец-то могу ходить босиком а не в тапочка которая с детства терпеть не могу так первый стул собран момент истины будет ли он держаться ты так подходишь к нему своей желтой майкой вот здесь вот я начала разбирать немножко вещи купила вот такие коробки для хранения все по доллару стоило о ой ой страшно нормально купила вот такие вот по две штучки тоже все по доллару стоило купила такой ночник в туалет чтобы не включать свет но коля сказал что это бесполезно потому что это будет очень много электричества просто так тратить стикеры писать на них белым маркером подписывать всякие баночки ну тут по мелочи тоже вот такие же штучки которые можно вот сюда вот так цеплять и будет понятно что там лежит но все для организации клей и вот там еще вот такие вот тоже золотые коробки на самом деле мы так давно хотели переехать что сейчас занимаемся чем угодно только не перетаскиванием вещей мы собираем мебель мы идем играть в теннис это как раз то о чем я говорила в начале видео что есть некоторые фишки в этом здании которая намного лучше чем придумали то что намного лучше нам подходит больше и как раз таки в этом здании есть свой закрытый корт своя волейбольная площадка ну волейбола думаю все равно тоже поиграем когда будет теплее но вот мы купили две ракетки и мячи будем играть в теннис вернее учиться играть потому что мы вообще не умеем играть тем более я еще со своими балетными хилыми плечами очень боюсь что мне вылетит плечо или что-нибудь такое в общем сейчас у нас будет занятие потому как ронять мячи и поднимать это все видите вот там корты как раз спускаешься на этом лифте переходишь вот там пароход и там два корта и оба заняты мы не знали что здесь такие спортсмены есть но придется идти обратно потому что тут такой принцип кто успел тот и занял ну не удалось поиграть в теннис вернулись обратно в старую квартиру сейчас будем тащить вот этот вот матрас коля замотал его пленкой сделал такие ручки говорит что будет очень сильно тяжело посмотрим я уже чувствую что будет сложно на самом деле идти 350 метров и слава богу под горку они в горку так что посмотрим как у меня все отвалится мы датащили матрас и все было нормально даже ну конечно нужно было делать кучу остановок потому что у меня вот так вот разжимались руки и не могла держать и мне кажется буду сегодня спать как младенец потому что первых мы сегодня встали рано ну раньше чем я обычно встаю во вторых у меня болят все руки еще сейчас мы немножко передохнем и пойдем все таки посмотрим не освободился ли корт еще будем играть в теннис еще на самом деле у нас куча вещей которые нужно перевести но слава богу нас нет такого что нужно освободить прям сегодня квартиру потому что она у нас проплачена до первого числа и вообще мы можем любой день выехать но мы очень хотели прям первый же день переселиться в новую квартиру так что пойдем играть в теннис и нужно будет еще вечером сделать торт посмотрите какой вид на даунтаун лос-анджелеса вот там порты они оба свободны и идет дождь класс но ничего я думаю там подкрытие подкрытие покрытие такое что она позволяет играть в любую погоду но мы такие о посмотрите как красиво вы такие нубы что я попробую я попробую заснять немножко их мы играем но я думаю что это не будет похоже на игру на самом деле я разогрелась тем что сейчас тащила матрас блин как красиво и 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 мы поиграли сколько мы играли ну да чуть больше чем час у меня отваливается все и на самом деле я думала что будет намного сложнее я думала что мы ни разу не попадем ни разу не отобьем но на удивление это оказалось не так сложно может потому что мы очень хорошо подобрали мечи и ракетки и как-то друг под друга подстраиваемся а не то чтобы отбить чтобы другой не отбил в общем на самом деле я просто обожаю бадминтон и это очень похоже на бадминтон но только типа естественно посложнее и мне очень нравится вот этот вот вид вот это вот освещение еще шел дождь в общем мне так нравится наша новая квартира ну что мы все перенесли вернее как мы к нам приехал наш американский друг с большой машины и помог нам много чего перетащить в общем-то не так много вещей видите вот куча всего мелкого из-за этого приходится очень много раз ходить потому что в руки на все не помещается и сейчас мы пойдем есть куда-то наверное мы сегодня такие ленивы ли мы не можем что приготовить себе сами поэтому наверное пойдем мексиканское место здесь возьмем себе боу и купим продуктов наверное завтра как то так я думаю что я продолжу снимать этот блок еще завтра чтобы все разобрать показать вам свои новые покупки где-то него там лежат потому что сегодня супер такой был сумбурный день пока ждем наш лифт вот здесь такие автоматы кап нудлс кап нудлс здесь можно и маканчиз поесть и сладкое одессы попить нет ничего они внизу есть в общем нужно скачать приложение вести код автомата я когда-нибудь сюда вернуть всем привет сегодня второй день после нашего переезда вчера я не снимал абсолютно ничего потому что мы были просто мертвые после переноски вещей после того как мы поиграли в теннис поэтому вчера у нас был день релакса мы немножко не знаю что купили чуть-чуть совсем чуть-чуть мелочей для дома которых не хватало хотели очень купить большое растение какой-нибудь классный но ничего подходящего не нашли сегодня вам покажу как я почти все разобрала как я организовала хранение разберем с вами оставшиеся вещи а сейчас буду готовить завтрак на завтрак у меня глазунья с сыром томатами полтора бейгла здесь один и здесь еще половинка салями кофе и вот этот вот торт который я сделала просто купила смесь для маффинов сделала из них коржи взбила сметану с сахарной пудрой сверху намазала вот такой вот маршмеллоу крем жидкий маршмеллоу и просто выложила клубнику получилось кстати вкусно я думала что будет намного хуже и вот немножко засветило как у нас стоит вода мы покупаем воду в бутылках потому что здесь это супер выгодно супер дешево и я вот такую вот милую табличку сюда прикрепила на самом деле у меня самая готовая комната это ванная вот здесь мои новые полотенца которые купила вот здесь вот мыло полотенца для рук полотенца для лица вот это я заменю я скажу на амазоне знаете вот такую держалку для зубных щеток и будет дозатор для пасты короче это будет все висеть я думаю что вот здесь на стене либо вот здесь на стекле смотря к чему прилепится так сказать я закажу на днях вот здесь не очень удобно из-за того что тут некуда ставить практически все пользуются в америке вот такой вот штучкой на лейке и она тоже не очень удобно так что либо я куплю больше полочку для лейки либо не знаю какую-то полочку которая на присосках крепится как-то так не знаю что я буду с этим делать ну и вот тут стандартная вообще это полочка для лекарств вроде бы как так изначально но и здесь храню все что нужно в таком быстром доступе что-то для лица увлажняющий крем все такое и организовала вот здесь вот свой макияж здесь косметик который часто пользуюсь здесь которую не часто пользуюсь собственно говоря понятно здесь просто всякая фигня в спальне все пока что очень пусто вот лежит наш матрас вот здесь вот такое наши новогодние гирлянды которые включают чтобы было уютно потому что света в американских квартирах на потолке никогда не бывает такого центрального как у нас только вот вот такие точечные потому что здесь должен стоять стол и все такое поэтому хочется много локального света касательно гардеробной коля уже разобрал все свои вещи я еще не разобрала надо будет докупить еще вешалок будут висеть вещи я купила вчера вот такие коробочки сюда и вот эти две я купила несколько дней раньше тоже все должны организовать то что ничего еще у меня не разобрано сейчас вам покажу свою кучу вещей вот это вот все мои вещи и сейчас их нужно будет разобрать это нужно будет разрезать на мелкие кусочки чтобы выкинуть потому что у нас знаете мусоропровод и иначе туда не поместится если не разрезать дальше надо включить свет чтобы вам было виднее вот здесь что-то типа кладовки здесь новогодние украшения конфеты упаковка здесь все спортивное наши ракетки мой йога мат кстати мы купили теннисные мячи и два потеряли один остался видео какой он грязный потому что мы играли когда был дождь и что еще вам показать здесь все довольно тоже скучно два кресла мы на них едим видите тут я еще не убрала завтрака здесь мы ничего не делали вообще здесь все как стояло так и стоит ну и кухня правда тоже надо убраться ссоре это для сэндвичей нагревать вот здесь я более-менее разобрала здесь прицепила такую штучку специи стоят чай кофе ну соль здесь еще стоит крупы смешно что я везде написала на английском то что мы подумали что если к нам будут приходить наши американские друзья и мы будем готовить чтобы им было тоже понятно но вот крупы я честно говоря не нашла подходящего слова в английском и есть в принципе слова которые объясняют что здесь у меня лежит овсянка рис гречи все такое но у меня бы не поместилась бы сюда все это написать вот здесь все для готовки для выпечки блендер все остальное скажем так дальше здесь у меня весы лежат вот такой вот очень крутой планер купила здесь нужно писать меню на неделю а здесь то что нужно купить вот здесь вот у меня мои дела я записываю чтобы не забыть вот у меня в субботу будет фото сет будет красиво думаю даже буду снимать влог вот здесь вот я вам уже показывала вода здесь сладости и хлеб здесь все остальное здесь у меня хранятся всякие пластиковые посуды дальше вот здесь вот всякая мелочь нужная для подписывания корзинок вот этим вот я купила такие маленькие милые штучки чтобы зажимать открытые пакеты свечки вот там вдалеке дальше мой dry mat который купила заранее вот такие вот свечечки ваза ваза очень понравилась мне кажется она очень хорошо сочетается с нашими креслами этому я еще не придумала назначение не знаю где это будет стоять потом вот здесь вот я купила очень популярно в америке покупать вот такие вот сеточки мягкие чтобы не оставляла следов посуда или что-то еще чтобы не царапала проложила дно здесь у меня приборы вот здесь вот тоже проложила дно будут тарелки лежать там мусор вот здесь вот еще у меня лежат вещи здесь наш сет посуды которые нам подарили друзья мы чуть попозже распакуем вот эта штучка резалка салатов скажем так который овощи режет на мелкие кусочки вот это упаковка от тоже нам подарила подруга вот такие лопаточки выглядит очень симпатично и собственно говоря все здесь тоже ничего еще не лежит у нас не столько вещей здесь крупная посуда лежит да а и последний ящик в котором хоть что-то лежит здесь у нас обувной ящик в принципе американцы ходят по дому в обуви мы тоже в предыдущем доме ходили в обуви но здесь ковры и не очень хочется их запачкать поэтому я также приложила чтобы не испачкать полку такой вот коврик обувь и здесь вот все такое с подручные документы сумка ключи и вот здесь вот я повесила наши маски и ключи такие ключики которые мне висели в прошлой квартире просто у входа я подумал что это немножко не очень прикольно потому что у нас цветные маски не очень сильные скажем так поэтому все это убрала вовнутрь вот и я кстати написала за заметку короче нам дали вот в такой вот упаковке сейчас покажу мой штатив подвинется в общем нам дали вот такую штучку это написать все что нас не устраивает где что-то сломано где что-то нужно починить мы это все отдадим наш лизинг офис и нам поменяют я вот написала про вот эту лампочку чтобы нам заменили потому что она какая-то припадочная и написала чтобы они закрыли вот этот электростав потому что это не должно быть черным сто процентов я думаю что там какая-нибудь белая должна быть сверху штучка наверное я не знаю как это написать еще я не знаю как эта штука называется я написала не ту кауэр электростав обау антронс дор и вот здесь я написала ван лайт флэшин и надо будет это отдать чтобы они нам починили и сейчас будем разбирать вот эту мою кучу организовывать это все в гардероб и резать вот этот вот картон чтобы его выкинуть покажу что у меня получилось гардеробные развесила все что могло висеть я вообще хочу максимально здесь все повесить и купить вот сюда вниз называется в америке дрессеры комода наверное по-русски будет вот здесь вот у меня белье лежит в моей любимой сумке которую купила в Японии по-моему штаны теплые кофты вот здесь вот мои кофты майки внизу спортивная все висит в принципе это все мои вещи с которыми приехал в америку и очень смешно что когда меня спрашивают когда я еду на съемки пить его у тебя есть какой-нибудь образ прикольный есть ли у тебя какая-нибудь одежда там нарядная я говорю извините я приехала с одним чемоданом в америку меня ничего и забыла вам еще показать так с гардеробной мы закончили забыла забыла показать еще прачечную ну это конечно громкое слово так же как в прошлой квартире мойка как же это называется стиральная машина сушка вот здесь вот грязные вещи здесь надо будет организовать куда класть все для стирки вот это капсулы вот это такие салфетки тканевые которые пропитаны в общем вкусным ароматом и ты кладешь одну салфетку когда сушишь и получается очень ароматное белье здесь стоят наши чемоданы с этим надо тоже что-нибудь придумать даже не знаю что мы придумаем может один на другой здесь полочка будет стоять еще нужно будет организовать лаундри мешок куда все скидывать все грязное белье и все это вот так вот закрывается и очень симпатично выглядит и мне нравится что здесь прям для всего есть место американцы всегда продумывают в планировке место для всего и вот такая вот прекрасная комната как же мне нравится этот вид и кстати я очень боялась что вот этот вот фонтан вот этот фонтан он шумит не знаю слышно вам или нет я очень боялась что он будет ночью так же шуметь они его не выключат но слава богу они где-то часов 8 его отключают вот здесь вот можно увидеть наш балкон и лифт это конечно не очень прикольно мы хотим сейчас покажу куда видите чисто осталось только мусор выкинуть мы хотим здесь ну я хочу лично положить что-нибудь мягкое может быть знаете как для детей бывают такие мягкие как пазлы и они складываются пазлами выкладываются чтобы здесь было мягко чтобы можно было так же босиком выходить обязательно на сиденье мягкие подушки и вот сюда думаем поставить ширму чтобы от людей которые идут там в коридоре коридором кстати не видно вот в этом коридоре кто идет кто спускается на лифте потому что вот это вот стеклянная поверхность чтобы никто к нам не заглядывал хотя это довольно не по-американски закрываться потому что американцам пофиг пусть на них смотрят и в общем прелесть в принципе я разобрала все осталось только выкинуть мусор и мы можно сказать переехали ну и на этой ноте закончим пожалуй мой такой сумбурный влог с переезда я конечно хотела его снять прям все подетально но когда ты переезжаешь не с компанией какой-то которая перевозит все твои вещи которая упаковывает все твои вещи конечно это немножко такое сумасшествие тебе нужно все упаковать тебе нужно все перетащить и в общем у нас день переезда получился очень-очень таким нервным сумбурным и не столько всего я думаю что я запишу отдельное видео в котором расскажу как все снять я вам обещала правда в начале что я расскажу какие подавать документы что просят в Америке чтобы снять такое жилье но для этого я думаю сделаю вопрос ответ на эту тему запишу отдельный ролик сидячий чтобы все точно записать все точно подготовить и спасибо что переехали вместе с нами надеюсь что вам нравится моя новая квартира буду здесь снимать больше видео буду здесь надеюсь что здесь будет царить такой творческий творческая атмосфера и да встретимся с вами в следующем видео в следующем в следующем в следующем